Воскресенье 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 Однажды после воскресенья собрания В нашем доме не осталось ни хлеба, ни денег Не было угля, чтобы топить дом И мне было так неудобно перед женой, что я не решился пойти домой Я закрылся в молитвенном доме изнутри И начал молиться перед Богом Конечно, странно звучит, но это время казалось, что я гуляю с Богом В то время не было людей, которым я могу полностью открыть свое сердце Поэтому я много разговаривал с Богом Я не знаю, сколько я молился Из-за темноты я не видел часы Но я погрузился в молитву И в тот момент я почувствовал Как будто я сижу перед Богом и общаюсь с Ним Находясь на земле Мне нужен рис Нужен уголь Нужны деньги Но я подумал, что я с Богом Если я с Богом, тогда я совсем перестаю думать про рис, про деньги Знаете, о чем я подумал? Господи, в Тихом океане есть много островов А какие люди там живут? В каких одеждах они ходят? Чем питаются? Кто будет передавать там Евангелие? Господь помилуй, чтобы мы могли отправить миссионеров в те страны Господи, кто живет в Африке? Кто им передает Евангелие? Вот о чем я начал молиться перед Богом Один раз помолюсь, второй раз помолюсь И потом я понял, что Бог ведет мою молитву Это значит, что Он ответит на мою молитву В 1993 году Я жил тогда в городе Тейджон Правительство проводило международную выставку Экспо На эту выставку приехали люди из со всего мира Наши молодые сделали пригласительное на английском языке Они сделали пригласительное И ходили проповедовать Однажды они подружились с людьми из Кении Каждый вечер они ходили к ним и общались, проводили время И однажды молодые сказали мне Пастор, люди из Кении, они такие бедные В Корее еда стоит очень дорого Поэтому они не могут нормально питаться Они едят только батат и лапшу Я сказал моей супруге Давай угостим людей из Кении Мы пригласили 20 кенийцев в наш дом Моя супруга накрыла шикарный стол И так я впервые встретился с людьми из Кении Знаете, они ели и так радовались Они говорят, пастор, если в Кении угощают Нужно по традиции дарить подарки Но, к сожалению, мы не смогли купить вам подарок Позвольте, мы споем для вас Знаете, они начали танцевать, петь Была очень хорошая атмосфера Закончился ужин Я спросил, что бы вы хотели сделать в Корее Они говорят, мы хотим путешествовать Вот как Я сказал, я часто езжу в разные города Я часто езжу проповедовать Я еду за рулем, моя супруга едет рядом На заднем сидении можно будет ехать двойми или троим Вы согласны ездить так со мной? Они так обрадовались И я им звонил Когда я приезжаю, они садятся на задние места И мы ездим в Тегу, в Пусан И Мокпол Они были очень счастливы Они говорили, как в автомагистралии нет трещины на дороге Они спрашивали, как дорога может быть такой чистой, как комната Они были так счастливы Мы поехали в Мокпо, и я угощал живыми осьминогами Они так удивлялись Знаете, африканцы многое чего не могут есть Однажды в Африке я увидел, что растет амаран Я говорю, это растения, которые любят корейцы Они сказали, ой, о чем вы говорите? Я говорю, это действительно вкусное Первое время я не мог есть африкансную местную еду Мы поехали на рынок И сестра по имени Торти сказала мне Пастор, что вы любите в Корее? Я сказал, я хорошо ем денджан А из чего делаю денджан? Я говорю, из сои Она сказала, ой, отлично, у нас тоже продается соя Я сказал, все равно не получится приготовить Она спрашивает, почему? Я сказал, чтобы сделать тенджан, нужно целый год Она говорит, как это можно готовить целый год? А что вы едите на протяжении года? Я говорю, то, что приготовили заранее А то того? То, что мы приготовили еще заранее Так мы познакомились с людьми из Кении Они, приехав в Корею, они были очень благодарны нам Однажды в Корею посетил министр по делам торговли и промышленности И, приехав в Корею, он позвонил мне И говорит, пастор Кенейцы, которые посетили Корею, они благодарны вам Поэтому я также хотел выразить благодарность вам Я спросил, а сколько вас? Давайте поужинаем вместе И это была первая встреча Моя с иностранным министром Вечером того дня 20 человек приехали к нам Мы провели очень интересный вечер На следующий год Министр по делам торговли и промышленности Пригласил меня в Кению И пока я находился в Кении Таким образом открылся путь Евангелизации в Евгении Я не старался поехать в Африку Но я видел, как Бог удивительным образом открывает путь В 1988 году в Корее проводили Олимпийские игры До 1988 года в Корее не выдавали гражданам загранный паспорт Может вам трудно поверить, но в то время не выдавали паспорта Потому что если сделать загранный паспорт Говорили, что мы будем тратить иностранную валюту Но во время Олимпийских игр 1988 года Был Лосун Весь мир в Сеул, Сеул в мир В 1988 году весь мир приехал в Сеул, но из-за того, что не было граждан паспорта Мы не могли выехать за границу В марте 1989 года Это было при президенте Нотэгу Правительство объявило о том, что людям, которые старше 45 лет, могут получить загранный паспорт И в 1989 году я был старше 45 лет Поэтому я с моей супругой впервые получили загранный паспорт И поехали в США и в Германию и проводили библейский семинар Мы удивлялись, как Бог ведет нас Когда Йоанна ужалил скорпион и он умирал Йоанн умирает, но я ничего не мог сделать ему Но я подумал, Иисус будет действовать во мне Поэтому я говорил по телефону с Йоанном И вдруг я вспомнил одно слово Йоанн, тебя ужалил скорпион, и ты умрешь в течение двух часов Но сегодня утром я читал слово Я прочитал Исайю 40 главу 31 стих Знаешь, что там написано? А надеющиеся на Господа обновятся в силе Йоанн, послушай меня внимательно Бог ни в коем случае не обманывает Слово Библии — это слово Бога Бог сказал Что надеющиеся на Господа обновятся в силе Я даже не думал говорить подобные слова Йоанну Когда я услышал, что Йоанн умирает из-за того, что ужалил его скорпион Мне сказали, что ему осталось менее двух часов Я подумал, наши волонтеры Если вернутся мертвыми из Африки, что будет? Мое сердце горело Но интересно, Господь Бог заделал мое сердце со словом, которое написано в Исайе 40 главе 31 стих Я сказал, Йоанн, Бог ни в коем случае не обманывает В Библии написано Бог говорит Надеющиеся на Господа обновятся в силе Йоанн, если ты будешь надеяться на Господа Бог ни в коем случае не обманывает Он обязательно даст тебе новую силу Чтобы победить Яд Скорпиона, тебе нужна новая сила Попробуй надеяться на Господа Тогда Бог обязательно даст новую силу И ты сможешь победить Яд Скорпиона До того, как мне позвонили Я не мог представить, что подобное произошло Но мне позвонили Сказали, что Йоанна ужалил Скорпион Его ужалил, когда он спал Он не знал, что его ужалил Скорпион Поэтому он не находился дома Но в 3 часа дня Уже яд дошел до сердца Ему стало плохо, и он шел уборной и потерял сознание Кални Мачо вышли из него Он переставал дышать, и сердце останавливалось Представитель наш начал бить ему по лицу и говорит Йоанн, приди в себя Со слезами бил по нему Бил сердце Когда привезли в больницу Больницы говорят, уже поздно Почему только сейчас вы пришли? Если бы мы сразу приехали, это тоже не факт, что вы спасетесь Но яд уже дошел до сердца, он погибнет Забирайте Пожалуйста, помогите Но мы не можем помочь Их прогнали Пошли в другую больницу Там тоже отказали И положили в коридоре Поставили капельницу Но дыхание остановилось Врачи 2 часа делали массаж сердца И снова начал пульсировать сердце Но сказали, что нет надежды на жизнь Именно в этот момент позвонили мне Я не думал говорить подобные слова ему Но когда я столкнулся с такой ситуацией Я вспомнил слово Йоанн, послушай меня внимательно 66 книг Библии — это слово Бога Бог ни разу не обманывает Знаешь, что написано в слове? А надеющиеся на Господа обновятся в силе Йоанн, если ты будешь надеяться на Господа Господь ни в коем случае не обманывает И он обновит твою силу Тогда ты сможешь победить дядя Скорпиона, Йоанн Я очень громко говорил ему Он говорит, да, пастор Я сказал, Йоанн Я кладу трубку Приди в себя И положил телефон Я позвонил в Даллас Позвонил пастору в Далласе И сказал, что Йоанна ужалил Скорпион Помолитесь за него И передайте его родителям об этом И мы ждали Йоанн уснул в ту ночь А утром следующего дня Встал как здоровый Врачи удивлялись Он говорит, что не знает, что написать в его карточке Йоанн сказал, напишите, что Бог действовал Внутри нас есть не только наши мысли, но мысли, которые дает Бог Однажды мы начинаем сравнивать свои мысли и мысли Бога И слово Господа входит в мое сердце И образуется какая-то вера Когда апостол Павел пришел в Траду Это было его последнее путешествие по Асии И вернулся в Иерусалим Затем планировал пойти в Рим Поэтому Асия это последнее его путешествие И Павел передавал слово в Труаде 7 дней И перед субботой Он проводил собрание Они собрались на третьем этаже И он передавал слово всю ночь Представьте Вот я, например, был в Африке Потом поехал в Германию Потом был в Юго-Восточной Азии Я же не думаю, что потом я не вернусь в Корею В любой момент, когда я захочу Я могу вернуться в Корею Я могу поехать в любое место, куда хочу Но для Павла это было последнее путешествие Перед ним собрались многие молодые братья и сестры Павлу много хочется им сказать Если я пойду в Рим Я больше не смогу вернуться сюда Поэтому нужно рассказать все, что я хочу И до полуночи он передавал слово И там был молодой человек по имени Евтих И в этот момент он сидел на окне Я часто говорю Да, вы можете сидеть на подоконнике Но пускай ваше тело будет в сторону комнаты И не нужно падать, когда вы погружаетесь в сон Падайте именно на пол А не на улицу Но Евтих упал на улицу И он умер Я представил себе на месте Павла И я представил, что я обнимаю мертвого Евтиха Я думаю, почему я так долго проповедовал Что он аж уснул и умер Многие мысли приходят Многие мысли приходят Вот с улыбкой хотелось бы прощаться с братьями и сестрами Но церковь в трате теперь должна проводить пухороны В такой ситуации оказался Павел Я представил, что Павлу было бы очень больно на сердце Но сердце Павла было соединено с сердцем Бога Когда Павел подумал о Боге Что удивительно С точки зрения Бога То, что Евтих умер, это не проблема Вот то же самое касается вашей духовной жизни Неважно, с какой проблемой вы столкнулись Если вы не можете отпустить проблемы Тогда это будет для вас сложностью Но если вы убираете вашу руку от проблемы Если вы смотрите в сторону Бога Если вы общаетесь с Богом Господи, почему это произошло? Почему Евтих умер? Господь, что мне сказать родственникам? Ой, Павел передавал слово всю ночь, вот так сказать? Было бы тяжело Для Павла это была проблема за проблемой Мне сказали однажды, что сестра Мунетин Поехав в Гагань, она упала и повредила первый позвоночник За три дня до этого я был в доме родителей у нее Ее родители говорили, что ее дочь поехала к откровенным миссионерам в Африку, в Ганну Но я даже не мог представить, что это есть Мунетин Мне нужно было рассказать родителям о ситуации Я сказал, давайте я им позвоню Я позвонил Я подумал, что если я расскажу, что Мунетин теперь не сможет ходить, что ей придется лежать всю жизнь Тогда родители будут плакать и будут расстроены Но я решил все равно позвонить Я подумал, лучше если я сам позвоню Я позвонил Я спросил, это мама Хейдзин? Несколько дней назад я виделся с нею Но я не знал, что это мама Хейдзина Я думал, что это другой человек Он сказал, да, пастор Я сказал, у Хейдзин есть некоторые проблемы Она упала И повредила позвоночник Говорят, что всю жизнь не сможет ходить Мы хотим ее срочно привезти в Корею И самый быстрый самолет — это Аврабские Эмираты Но они не соглашаются Вторая авиакомпания — это Руфт Ганза Но нужно лететь через Германию И только завтра смогут перевезти в Германию Я сказал ей об этом Я думал, что мама Хейдзин начнет плакать и волноваться Но знаете, что она сказала? Пастор Я думаю, что вы лучше меня разбирайтесь в этом Пастор, вы решите эту ситуацию, пожалуйста Я был так благодарен ей И действительно, я решил, как я считаю правильным Мы попросили компанию Руфт Ганза, чтобы они привезли кровать специальную Потом я позвонил миссионеру, который находился в тот момент в Франкфурте Я спросил, где ты? Он говорит, я в Геттингене Я говорю, почему ты в Геттингене, а не в Франкфурте? Сколько нужно ехать до Франкфурта? Он говорит, пять часов, пастор Я говорю, сейчас же езжай Немедленно езжай И найти лучшую больницу в области операции на позвоночник Собери всех, братья и сестер, во Франкфурте и ходите по больницам И найдите больницу, которая делает лучшую операцию Завтра в такое-то время приедет самолет во Франкфурт Заранее приготовь машину скорой помощи Мы возьмем с собой снимки рентгена Чтобы сразу можно было начать операцию И все получилось Ихедина оперировали Имаму Хейдин мы отправили в Германию За что я был благодарен Я чувствую большую вину перед Хейдин Но Хейдин Говорят, она ни разу не слилась в больнице Врачи называли ее ангелом Обычно, если молодой человек остается в такой ситуации, что не сможет всю жизнь ходить, тогда плачет Сначала люди думают, она вообще в себе Она была в трезвом состоянии Но не расстраивается Операция закончилась До этого она не могла лететь сидя Она должна была лететь лёжа, поэтому арабские эмираты отказались Но из Германии в Корею она прилетела уже сидя Мне сказали, что ее продолжили в больницу Ханьян Я так впервые встретился с нею Я потрогал ее ноги Вроде бы одинаковые ноги Ощущения одинаковые Из-за того, что нет нерва В ноге нет силы Столкнувшись с такой ситуацией многое бремя Не я один страдаю, мучаюсь, печальюсь и огорчаюсь У меня точно есть проблема, есть повод для того, чтобы расстраиваться Но я встретился с Богом И я беседовал с Ним И тогда я становлюсь единым с Богом Сила Бога становится моей силой Любовь Бога становится моей любовью Мудрость Божия становится моей мудростью Никогда мне хороша, когда мне тяжело Я искал Господа Бога А Господь Бог начинал вести меня Когда я думал об этом Евтих умер Как поступил Павел? Они находились на третьем этаже Евтих упал с окна И все люди побежали вниз И сказали, что он умер Павел тоже спустился Как написано в Библии? Давайте прочитаем Десятый стих Павел, сойдя, пал на него и обняв его Сказал, не тревожьтесь, ибо душа его в нем Павел пал на него и обнял его Павел думает, что я слишком долго проповедовал Евтих не смог победить сон И он упал и умер Что же скажут родители? Что же скажет его семья? Как мне отнестись к ним? Я думаю, многие переживания приходили к нему Но потом Павел подумал о Боге Он может только расстраиваться, плакать, держа этого молодого человека на руках Но когда он взял эту проблему и подумал о Боге Тогда эта проблема уже становится проблемой не моей, а Бога Он точно умер Но когда он посмотрел на эту ситуацию с сердцем Бога Появляется вера, что он будет жить Появляется вера, что он сможет ожить А, он будет жить Не тревожьтесь Ибо душа его в нем Вот такое сердце образуется в нем Все смотрят и говорят, что он умер И в глазах Павла он тоже умер Но обняв мертвое тело К нему приходили многие мысли Но когда он подумал о Боге Бог ведь со мной Бог может решить эту ситуацию Кроме Бога нет другого способа Что же нужно сделать? А, Бог должен помиловать И Павел говорит, не тревожьтесь, ибо душа его в нем Мы верим в Христа Дух Святой вошел в нас Я часто сталкивался с проблемой, которую я не могу сам решить Но все заканчивалось счастьем Потому что Бог был со мной И когда я думаю И когда я смотрел на Бога Бог, которого я знаю Это всемогущий Бог Иисус, который во мне Он тот, который может решить эту ситуацию Если я буду молиться, Он исцелит Он будет действовать Вот в эту сторону мое сердце ушло Я не раз сталкивался с подобной ситуацией И я видел, как Бог действует Я был благодарен перед Богом Сестра Ким Юно, которая живет в Кензасте, в США Это младшая сестра миссионер Ким Су Йон Я не знал об этом У сестры Ким есть младшая сестра Ким Хе Йон И сестра Хе Йон позвонила мне И говорит, пастор, я сегодня еду в Америку У моей сестры онкология Поэтому нет шансов, что она выживет И мы совещались в семье И родственники подумали Юнок сейчас умирает, что же нам делать? И они собрали деньги И дали Хе Йон И сказали, езжай с этими деньгами Позаботься о сестре Приготовь вкусное ей И подживи с нею немного Может быть, они хотели сказать, чтобы она вернулась, когда сестра умрет Но сестра Хе Йон позвонила мне Я сказал ей У человека, у которого онкология, сердце идет в такую сторону Нужно передавать надежду Поэтому скажи ей вот такие-вот такие слова И Хе Йон поехала в США Когда она уехала Я подумал, ой, я неправильно поступил Мне нужно было лично пообщаться с Юнок По телефону хотя бы можно было бы пообщаться ведь Но Хе Йон уже уехала И все прошло Но на следующий день у меня остался пропущенный вызов А там не корейский номер Я позвонил по этому номеру Это была Юнок Она работала учительницей школы Но не обнаружили онкологию И она не может выходить на работу Проходила химиотерапию Не было надежды, что она спасется Дорогие братья и сестры, я говорю Есть многие вещи, которые должны знать люди, у которых онкология Есть много лекарств от онкологии Но самое лучшее против рака В нашем организме есть лейкоциты Когда у нас появляется болезнь, образуется много лейкоцитов Когда у нас нет болезни, то число лейкоцитов одинаковое Но когда образуется болезнь, тогда образуется также много лейкоцитов Потому что они воюют с болезнью Когда лейкоциты борются с раком или с другой болезнью Чем любое лекарство Это лучший метод лечения от болезней Рак это не передается Оно образуется в нашем организме Поэтому важно, чтобы у нас было много лейкоцитов Для этого люди, которые болеют раком, должны хорошо есть Нельзя есть кашу Каша и хороший рис это разное Надо хорошо питаться Нужно хорошо спать И еще важно Чтобы иметь веру Что Бог помогает мне Что Он любит меня Что Он охраняет меня Тогда это сердце устойчиво против рака Я сказал, сестре Хминок Клетки рака появляются и у здорового человека Но почему мы не заболеваем? В лейкоцитах есть клетки НК Они уничтожают клетки рака Вы, сестры, до сих пор побеждали болезнь рака Вы не то что не появлялись в клетках На протяжении десятков лет Приходили к клетке рака Но на протяжении десятков лет Вы не проигрывали Но в последнее время нарушился баланс Поэтому вы заразились Но я сказал ей Рак это не проблема Человек, который всегда занимает первое место Вдруг подскользнулся И он же может занять второе место То же самое Вы всегда побеждали болезнь рака И в первом классе И в третьем классе И в третьей школе И в 20 лет И в 25 И после того, как родили дочь Побеждали И совсем недавно побеждали Но один раз проиграли Из-за того, что нарушился баланс Но если вы дальше будете делать хорошо Все получится Я давал надежду Давал веру Так Бог действовал Ей стало намного лучше Раз в неделю Мы общались через видео Однажды сестра мне сказала Пастор Спасибо вам за все Но теперь меня ждет конец Я спросил Почему? Она говорит Я не могу есть Я удивился и спросил У вас что нет еды Поэтому вы не можете есть? Она говорит Еда это есть Но когда я спросил Почему вы не можете есть? Как такое может быть? Она говорит Пастор От химиотерапии Так пропадает аппетит Что я не могу есть Я засмеялся Ха-ха-ха Она спрашивает Почему вы смеетесь? Я сказал Но вы же меня рассмешили Как это пастор? Сестра Вы только что меня рассмешили Человек У которого онкология Умирает И не ест Потому что нет аппетита Разве такое может быть? О чем вы говорите? Мы даже горькое лекарство Ведь едим А еда не такая горькая Как лекарство Сестра Чтобы победить Борис Нужно есть Рис Это самое хорошее лекарство Нужно хорошо питаться Не еда да есть хашу Я сказал ей Что удивительно Это сестра Что бы я ей ни говорил Хотя я пастор Но люди Которые меня слушают Они не слушают меня одинаково Кто-то говорит Он же даже не врач Почему он говорит? Пастор Разве у вас был лрак? Вы же знаете только о Библии Разве вы знаете о болезни? Да Это тоже правда Однако Есть люди Которые верят мне Потому что Слуга Бога Человек Который не верит Ничего не будет верить А тот Который верит Верит Даже если я говорю неправильно Но когда верит Бог действует Начали происходить удивительные деяния Прошла неделя Сестре стало намного лучше Знаете, что я ей сказал? Сестра, послушайте меня Автомобиль Не имеет функции Чувствовать вкус бензина Но если заправить машину Машина поедет Не важно Вам горько это или сладко Если вы будете хорошо питаться Вас будут организовываться клетки НК И вы сможете победить рак Сестра ничего не сказала Она сказала просто Хорошо Действительно Такое может быть Но есть люди Которые говорят Шпаста Что вы знаете Некоторые люди Моим словам Они верят полностью Есть люди Которые не верят Но Только им будет во вред Почему? Потому что я говорю Слово Бога Я был благодарен Этой сестре Когда была конференция в Далласе Я поехал и встретился с нею Я спросил у нее Сестра Я хочу кое-что у вас спросить И задал вопрос Как вы могли так хорошо слушаться моим словам? Знаете, что она мне сказала? Пастор Я же при смерти Разве у меня есть другой выбор? Она сказала мне так Но проблема Что люди, которые умирают Есть те, которые не слушаются И таких много Я часто говорю им Что надо есть хорошо Но потом звонят мне и говорят Ой, пастор, мой муж Он выплюнул еду Надо было проглотить Вот так происходит Но сестра же поверила мне Я спросил Как вы поверили мне? Она говорит Я же умираю Разве у меня есть выбор? Совершенно верно Машина Если заправить Она поедет А человек Если будет есть У него появится сила Есть человек Который есть И нет силы Если есть Появляется энергия Видите Я хорошо ем Поэтому и живот вырос Я сказал Ой, я так поправился Но мой сын Сын всегда на моей стороне Отец Ничего страшного Нельзя худеть, отец Я тоже попробовал похудеть Потом сил не хватает Я молодой А ты уже в возрасте, отец Поэтому не надо худеть Пускай будет живот Ничего страшного Все-таки сын Он на моей стороне Иначе Все бы, наверное, ругали меня за живот Эта сестра приняла мои слова С того дня Она принимала слова мои Как слово от Бога Она положила еду по всему дому И каждый раз она ела Да, конечно, горькая Горькая, поэтому мы жуем Чтобы проглотить Если просто лежит, она горькая Надо проглотить Тогда не будет горьким Прошло некоторое время Ей стало намного лучше По лицу даже было видно И мне радостно И сестре радостно Она отправила фотографию В выпускной одежде Ее дочь заканчивала магистратуру И она тоже оделась В выпускной одежде И сказала, что она закончила Лечиться Сейчас она стала полностью здоровой И бегает Знаете, чем она занимается? Она встречает людей У которых рак Она звонит мне Обычно в 4 утра Я общаюсь с ней Она звонит мне Поскольку я плохо говорю по-английски Она переводит мне И многие меняются Когда я думаю об этом Я так благодарен Когда мы столкнулись с проблемой Евтих умер Если бы не было Павла Он бы не умер Если бы он не проповедовал В это поздно Тогда бы он не умер Надо было меньше проповедовать Надо было в мире проповедовать Почему он так много говорит? Было обременительно для Павла Но он обнял Евтиха Евтих Что с тобой случилось? Когда он столкнулся с такой ситуацией Мысли Павла соединяются с мыслью Бога В сердце Павла В сердце Павла Господь, пожалуйста, сжажься надо мною Бог дай ему жизнь И искренним сердцем просил жизни для Евтиха Но потом какое сердце формируется у Павла? А, Бог даст жизнь Евтиху Когда он находился один, ничего не происходило Но когда соединился с сердцем Бога У него появляется надежда Бог, спаси, пожалуйста, Евтиха И чем больше времени проходит У него появляется сердце, что Евтих будет жить Когда общаемся с пастором Когда мы общаемся с пастором Нужно быть осторожным Будет возможность говорить по Библии По Библии жив Бог Когда ваше сердце соединится с сердцем Бога Тогда все решится Именно в тот момент Когда ваше сердце соединяется с сердцем Бога Бог начинает действовать Павлу было очень обидно, что Евтих умер Он думает, я же пришел, чтобы спасать людей Но убиваю человека Ой, как люди будут меня осуждать? Как будут другаться на меня? Я же пришел передавать слово Бога Господи, почему подобное происходит? Он обнял Евтиха Переживает Потом его сердце встречается с сердцем Бога А, Господь поможет Бог поможет Вот такое сердце образуется Господи Пожалуйста, подними Евтиха Помилуй Евтиха Но Что удивительно Дух Божий начинает действовать в Павле И он поверил в слово Что Евтих будет жить Что он станет Что Евтих будет жить Как? Дорогие братья и сестры Когда мы покупаем какой-то предмет Иногда, когда не хватает денег Мы просим сделать скидку Но хозяин не хочет дать скидку Правильно? Бог же Он хочет сделать скидку Когда очищает грех Полностью очищает Ничего не оставляет Также наша проблема полностью решает Чтобы ничего не осталось Павел подумал Не тревожьтесь Ибо душа его в нем Когда Павел встретился с сердцем Бога Знаете, я тут же уксупак Но когда я молюсь перед Богом Я меняюсь Я погружаюсь в молитву Я начинаю общаться с Ним Делюсь с Ним своим сердцем Когда я встречаю сердце Бога Я становлюсь един с Богом А, Бог меня спасет Бог будет помогать мне Бог и слит меня Бог будет действовать Появляется такая вера Кто-то переживает Говорят, что Евтих умер Надо сообщить родителям Родственникам Но когда Павел обнял Евтиха У него было искреннее сердце перед Богом И появилась вера, что Бог поможет Это удивительно Это Бог дал не только Павлу Не только уксупакку дал Но и вам Бог явил свою благодать Когда есть проблема Не нужно погружаться в проблему Держите проблему в руках Держите проблему в руках И скажите Бог Попробуйте совещаться с Богом Господи Сердце Павла Бог Может спасти Евтиха Дьявол действовал Но Бог будет спасать Вот такая вера появляется у Павла Он обнимает Евтиха И говорит Евтих Евтих У Павла появляется душа, что Бог спасет Евтиха И Когда Бог начинает расти в моем сердце Когда надежда в сердце Павла начинает расти Евтих, который был в объятиях Павла Когда для Павла это было проблемой Но когда эта проблема стала проблемой Бога Там уже можно уходить Павлу И образуется вера Через которую Бог может действовать Мы встречаем Бога Проводим собрания Молимся Читаем Библию Слушаем Слово И наше сердце становится близкой к сердцам Бога И чем близко наше сердце к Богу Чем мы больше слушаем Слово Чем мы больше размышляем о Слове Все люди говорили, что Евтих умер, и все Но Павел отличался именно этим с другими людьми Как Павел встретился с Евтихом С какой проблемой вы не встретитесь Как Павел Совещаетесь с Богом Спросите у Бога Господь, почему ты допустил эту проблему? Почему мои дети должны были болеть? Может у меня слишком много желаний? Может я что-то сделал неправильно? Господь, пожалуйста, ты скажи мне слово Ты ведь сказал, что любишь меня Что ты можешь сделать для меня? Господь, можешь ли решить эту проблему? Дашь ли ты это мне? И если вы будете общаться с Богом Вы почувствуете сердце Бога И Бог будет действовать в вас И когда вы освобождаетесь от проблемы Придет мир и покой Не тревожьтесь Ибо душа его в нем В глазах других людей Евтих был мертвым Все говорили, что не получится Павел же говорит иначе Не тревожьтесь Ибо душа его в нем Они взяли хлеб и начали есть А Евтих ожил У вас, может быть, есть какие-то проблемы Может в бизнесе провал Или на работе проблемы Многие проблемы ведут меня к тьме Ведут к печали И дают мне мучения Не держите сами эту проблему Возьмите проблему двумя руками Встретитесь с Богом И скажите Богу И тогда эта проблема Будет уже не вашей проблемой А станет проблемой Бога Тогда вы сможете освободиться Отдав проблему Богу И когда у нас будет вера в Бога Он будет действовать Какая бы проблема ни пришла Это есть люди, которые верят в Бога Чем мы больше читаем Библию Чем мы больше смотрим на Слово А, Бог будет и у меня так действовать Когда у меня будет вера Бог будет действовать Пастор Нам Ген Хо Сказали, что он умрет Я говорил с ним по телефону У меня появилась такая вера Его супруга плакала и говорила Пастор, что же нам делать? Я сказал, не нужно плакать Пастор, нам не умрет Такое может быть? Я говорю, что вы говорите? В моем сердце появилась надежда Кто послал миссионер нам в Филиппины? Оксупак? Миссия Гуднюс? Нет, Бог послал Дела Евангелия не закончились Еще Бог будет действовать Он не умрет Вот такая вера появилась у меня Жена миссионера услышав эти слова Она успокоилась Миссионер нам не мог говорить Врачи говорили, что он умрет Но она пошла и сказала На ухо мужу Только что звонил пастор из Кореи И он сказал вот так, вот так, вот так Она передала слова, которые услышала Миссионер тогда не мог говорить Бог так сделал, что наше ухо слышит до последнего Пастор нам услышал эти слова И с того момента Температура начала падать На следующий день Его выписали Он здоровый И сейчас он работает в Филиппинах Этот Бог Нашей церкви Самой безверной сестре Он действует И действует у самого славового брата Он действует у всех нас Он любит нас И хочет действовать Ой, Бог, помоги Не надо просто молиться Верьте Бог Он наш Бог Мою проблему Он решит Разве не так? Есть братья, которые помогают мне Брат Ким Самуэль Он помогает мне по личным делам И также сестры, которые помогают мне писать книгу Многие братья помогают мне Я говорю Вот это сделай, пожалуйста Можешь ввести мою машину? Я буду заниматься другими делами в машине И так я прошу них Вот я не могу сейчас ехать за рулем Можешь ввести машину, пожалуйста? Но Бог с нами Самое важное Не надо позволять Богу скучать Не делайте, чтобы Бог спал Разбудите Бога Отдавайте Ему проблему Ой, Бог, я не могу решить эту проблему Когда Бог вам дает какие-то трудности Когда есть какая-то ситуация Которую вы не можете решить Это дается, чтобы мы уповали на Бога Попробуйте поручить Богу Бог будет удивительным образом действовать Когда апостол Павел обнал ефтиха К нему приходили разные многие мысли Бодя пришел в Траату И умер ефтих Что же мне сказать родственникам? Ой, зачем я перепитавал слово до полуночи? Хотел помочь Разные переживания начали приходить к нему Но взяв проблему ефтиха Павел встречался с Богом Он совещался с Богом Господи Как нужно поступить в такой ситуации? Господи, я ведь верю в Тебя И тогда появляется вера, что Бог поможет Достаточно Ефтих будет жить Не тревожьтесь Ибо душа Его в нем Он будет действовать Дорогие слушатели, такой Бог есть в нас Хотя мы Его не видим Хотя мы Его не слышим Хотя мы не можем Его подругать Но когда мы открываем наше сердце перед Богом Когда мы общаемся с Его сердцем Ваши грехи Будут грехом Иисуса Ваши проблемы Станут проблемами Бога Ваша болезнь Станет болезнью Иисуса И мы сможем получить благодать Бога Когда Иисус был распят на кресте Он очистил весь наш грех И Господь живет в нас и действует С этого момента Неважно, кем вы являетесь Неважно, какая проблема перед вами По привычке Призывайте Бога сначала Живите сердцем Бога И попробуйте вместе с Ним решать проблемы Тогда Бог будет действовать в вас И когда образуется вера Тогда в вашей жизни Будет много свидетельств, как Бог действовал Спасибо за внимание Субтитры создавал DimaTorzok